Всем огромные приветики. Мы поставили машину и мы пешком идем. Короче, советую всем, кто не пешком. Не будем терять время, потому что мне нужно быстрее дойти до старого города. Мы идем опять в старый город и идем в церковь. Все мои уфиты подходят для более классической обуви дальше и для спортивных. Поэтому мне приходится, в общем-то, переодеть только обувь, кроссовки, поставить в машину и бежать куда я хочу. Никто не ожидал, а в Анталии наступили холода. Вчера и сегодня безумно холодно, а все приготовились к лету. Постоянные стали дофункционировать, потом раз так резко холодно. Вчера вроде бы в районе Гузелеба даже был снег. В нашем районе не было. Сейчас мы с вами уже выйдем на дорогу, которая уже знакома. Это беговая дорожка. Вы будете в Анталии, всегда придерживайтесь этой дорожки. Самое главное знание направления, в какое вы идете. И по этой дороге вы всегда дойдете туда, куда вам нужно. Ой, не знаю, ветрено. Вроде бы и наушник есть, и микрофон. Как будет слышно, не знаю. Это наш любимый парк с Таиланом. Я вам говорила, да. Ходим кормить черепашек. Здесь большое количество черепах, рыбок. Смотрите, как красиво. Вы знаете, несмотря на то, что живешь около моря, но здесь вот именно наш район, хоть находится и около моря, но мы около фолес. Видите, море находится ниже, да. У нас, я считаю, что всегда теплее погода, нежели в других каких-то районах. Вот. Сначала идут мои губы, потом следом иду я, да, такое. У меня такие яркие-яркие губы. У меня есть тональными крикмами. Я особо не пользуюсь, но помады губные у меня есть любых цветов. Если я вижу какой-нибудь красивый цвет помады, я обязательно его покупаю. Все время, когда я иду куда-нибудь, где-то, если есть магазин косметики, я всегда зайду, сразу смотрю у всех марок только в основном помады. Это очень красивый цвет. Вот не знаю, как он будет передаваться на камере. Вот цвет красивый. Вот он не красный, а как малиновый. Вот. Я не знаю, просто я когда иду, я очень люблю любоваться деревьями, природой. Но жить в тишине и на природе не люблю, а любоваться люблю. И поэтому часто показываю это все вам. Я не знаю, нравится кому-то или нет. Это все оно любителя, правда? Вот так поздно я возвращаюсь домой. Я зашла, как всегда, в сапырь еды мидии и купила себе мидии. Они очень хорошо, особенно когда у вас мало крови, в них большое содержание железа. Они на первом месте из продуктов, содержащих железо и которые хорошо воспринимаются вашим организмом. Сейчас я еще была в своем любимом магазинчике. Это для меня рай. Просто там больше такое, знаете, для любителей спортивного стиля. Мне безумно нравится этот магазин. Это я говорю вам о ферме Kids Sign Lab. И мне очень нравится. Я частенько там покупаю всякие интересные кофточки, маечки и штанишки. Ух ты! Они даже меня напугали. Сейчас я хочу зайти в магазин, потому что голодной быть нельзя. Короче, покажу. Смотрите, какая-то темнота уже, да, пока. Мы сейчас будем идти между домами. И, конечно, как я всегда говорю, голодной быть вообще нельзя. И я себе купила вот... А, здесь их не видно. Вот такие вот орешки я себе покупаю. Тут смесь орехов. А самое вкусное здесь, знаете, что? Что здесь есть еще... Я вытащу, потом покажу. Стружка, кокос. И это так вкусно. Я вообще люблю сочетание сладкого с соленым. Мне это очень сильно нравится. И здесь все хорошие орехи. Не очень хорошим орехом, я считаю, ну и таким... Он самый аллергенный. И для меня он самый невкусный. Это земляной орех. Арахис. Вот я его очень не люблю. И вы знаете, да, часто арахис употребляется там сверху, как какое-то тесто. Ну, то есть его изготавливают самая дешевая закуска. И его изготавливают... Миллион рецептов есть. Где внутри орех. И в чем только этого ореха нету. Ой, магазины, кстати, сейчас вот я еле успела. Магазины 8 часов закрываются. И я себе вот так понемножку купила, чтобы перекусить. Все, мы ходим сейчас на большую дорогу. Вдоль моря не пойду. Пойду на побольше. По большой дороге так веселее. И вдоль моря сейчас очень как ветрено. Ну, с завтрашнего дня наладится погода. Завтра у нас суббота. Ой, чуть не упала. А в субботу... В субботу... Базар вернулся теперь опять в субботу. И опять он стал такой же большой, веселый, как был раньше. Так можно идти, идти, идти и разговаривать до самого дома. Вот я не знаю, почему так хорошо тут нам было, да, с вами разговаривать, когда прямой эфир. Я не знаю, у меня какие-то проблемы с программами, прямой эфир. А прямой эфир прям в ютубе, он ужасен, там картинка ужасная. И они мне то дают вести прямые эфиры, то совсем плохо работает именно напрямую с ютуба вести стрим. А то можем вот так идти и болтать, да, все время. Иногда я вот такими путями иду. А со мной ходила как-то жена брата. Она пришла домой и говорит, я, говорит, ни за что бы не запомнила, как мы шли. Иногда я, так как я хорошо знаю, каждую улочку маленькую. Вот она говорит, что она бы никогда не повторила этот путь. Со мной никто, кстати, не выдерживает ходить. Хотя она спортсменка. Даже моего мужа брат, он спортсмен. И играл за крутую команду баскетбольную. Мы его приглашали вообще в высшую лигу, в самые лучшие команды. Но там был контракт, чтобы он не женился. А он ее очень любил и нарушил этот контракт. Сделал свадьбу и его не взяли. Потому что спорт это такое ответственное, жесткое. Нужно было принять решение. Он выбрал любовь, а не деньги. Потому что там, соответственно, очень-очень большие деньги в спорте. Вообще каждому из нас дается шанс. Шанс дается раз в жизни. Самое главное его не упустить. У меня было очень хорошее предложение быть лицом одного итальянского дома. И я тоже его упустила. Психанула. Ну, был сложный перелет. На это у меня были свои причины. Ладно. Сейчас мы с вами откроем орешки. Когда ты чувствуешь голод, ты должен немножко насытиться. То есть, организм у тебя не должен чувствовать чувство голода. Организм у тебя должен насыщаться малым. То есть, вы можете там съесть, например, три-четыре ореха, и ваш организм должен насыпиться. Тогда вы находитесь в правильном направлении. Самое главное не голодать. Ну, это больше для тех, кто находится, кто хочет похудеть, да, девочкам. Это больше им. Ну, и мальчикам тоже. Все. Всех люблю. Всех целую. Всем пока. И до следующих видео. Пока. Кстати, про эту дорогу у меня интересная история с ней связана. Но это я вам потом в следующий раз расскажу.